доброе утро я пошел в магазин думал что ашан тут есть ашан в румынии думал что он работает 730 он оказывается с 8 работает я тут в каком-то торговом центре людей еще нету хожу тут ищу магазин чтоб купить юли кефирчик мой зайчик заказала кефирчики я сейчас его ищу сейчас пойду наверно в кауфланд где-то недалеко кауфланд пойду туда он вроде бы с 730 работает бегу на улице холодно что успел я скупиться в кауфланде нашел кауфланд 730 открывается пока я покупал уже и рассвет наступил красивое небо спиной а теперь мне надо бежать потому что через два часа наш самолет вылетает мне еще надо отеля добраться все всем доброе утро доброе доброе утро рома очень поздно заселились в отель а сегодня мы с него выселяемся и нас куда-то завели мы ждем такси здесь какой-то там уже готовы были выселяться но потом оказалось что такси приедет через пять минут поэтому мы ждем тут раньше в этом здании был ночной клуб как нам рассказал таксист и говорит что ты просто был ночной клуб а в тех номерах где сейчас люди живут раньше лучше бы мы не знали что там раньше проститутки были и все как положено в общем ребята отдыхали румынские тут но это было давно и надеюсь что там все убрали постель новая свежая все было хорошо не нам было даже комфортно и все хорошо какой тут был ночной клуб вот тут даже такой дискотечный шарик есть ну что наверно скоро наше такси приедет и мы поедем мы уже в такси мчимся в аэропорт или понятия тимиша шары мчимся в аэропорт а тут такой прекрасный рассвет а мы мчимся на прекрасной дача логан румынский автомобиль тут в основном все такси дачи логан чаще всего используют как у нас в украине до уланов так тут дача логан кто нас везет нас везет костя все мы в аэропорту нас костя домчал ракеты заплатил ему 10 долларов он думал что это меньше чем я ему должен я не знаю или правда он курс доллара клея не знает или знает просто прикалывается и думал что ему доплачу но я думаю что я ему сдал все время даже больше мы он сказал что мы ему 40 лей должны ему дал 10 долларов это делать 42 лей вот там зарегистрируемся на райнер и летим 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 домой все я реку строил легкий перекус маме мама тоже хочет кушать мы сделали виза чек когда будете лететь райнером вам обязательно кроме того что сдать багаж надо еще такой штамп получить виза окей называется виза чек в общем без него могут не пустить самолет даже не могут а скорее всего не пустят поэтому не забудьте получить теперь расскажу вам самое смешное мы только что проехали на такси из теме шары в аэропорте миша и никак не научусь выговорить название города румынского за 10 долларов и сейчас будем лететь с юлей с теме шары дюссельдорф это где-то я не знаю 2000 километров полторы далеко тоже за 10 долларов вот такое цена образования тут на такси едешь 13 километров а там тысячи сотни раз больше цена одинаковая так что летайте райнером это дешево и удобно хороший кефир надо его взболтать сейчас у нас легкий завтрак потому что мы не успели в отеле позавтракать очень рано надо было выезжать в аэропорт мы опаздывали наш самолет по непонятным причинам райнер задерживается на 1 час вылет вот такие не пунктуальные ранее наш первый опыт и сразу же задержка начался без air кстати никогда не задерживался посмотрим как дальше все пойдет этим кислотным желто-синем самолете нам достались самые козырные места в гости в гости самолета вот так все выглядит кислотно-кислотно желтый вырвиглазный цвет нам повезло самолет полностью забитый мы перейтили на свободные места теперь у нас целый ряд наш свободно комфортно мы довольны так вот здесь это желтое да все желтое так кто не помнит уже рассказывал что у нас билеты за 5 евро за меня и за июлю мы заплатили по 5 евро а за ярика 20 евро да и при том он должен у юли на коленях сидеть сидеть или у меня просто нам повезло что самолет пустой поэтому отдельно сидит вот так вот 5 евро Ронеер здесь предложил нам выиграть миллион да, мы хотели выиграть миллион евро участвуем в лотереи, но пока что везде sorry, no win извините, ничего не выиграли сейчас будем дальше за 10 евро мы купили и решили тоже новый что-то может выиграем новый но Сережка уже что-то увидел, два sorry и расстроился да, конечно но тут должен быть миллион, сколько домов теперь твое теперь у меня тоже есть буду сейчас пробовать свое везение я буду стирать хорошо я потерла обьяриковый живот он нас я стираю хорошо не, давай я, а то ты так уже настроен все, наконец-то мы прилетели в Deutschland к аэропорту надо пешком идти тут автобуса не будет супер сейчас мы ее и подберем мы приехали мы приехали нас тут елка встречает сейчас два часа на поездах и мы дома в поездах там боится кое-что в другой фигне и мы дома все, погнали да? все, поехали поехали вот так выглядит аэропорт Witte это домашний аэропорт это домашний аэропорт аэропорт райнер тут база находится много рейсов райнер выполняет отсюда но райнер считает что это дюссельдорф на самом деле далековато до дюссельдорфа надо ехать вот этим автобусом если видно не знаю св1 он называется до железнодорожной станции Витце и оттуда поездами уже добираться до дюссельдорфа если вы приехали на железнодорожный вокзал в Витце и хотите доехать до аэропорта то вот тут остановка и автобус называется SW1 садитесь на него и вы приедете прямо в аэропорт а мы сейчас едем домой поэтому берем садимся в поезд до дюссельдорфа и едем вот и наш поезд мчится до дюссельдорфа сейчас мы сядем сядь сядем сядем в него доедем до крехел там пересядем на дуйссбургское направление здесь осень натуральная осень если не смотреть на календарь то вы бы никогда не догадались какая пора года сейчас за окно вот посмотрите ну реально октябрь плюс десять температура да мы уже дома практически не царапай меня будь ласка сядь не горно не горно в бельгин сядь дюссельдорфа